Теперь Украина. Верховная Рада на последнем в этом году заседании в качестве финального аккорда решила, похоже, поставить крест окончательно уже на отношениях с Россией. Депутаты подготовили проект обращения к президенту Порошенко с просьбой разорвать все дипломатические отношения с Россией, прекратить транспортное сообщение и ни много ни мало объявить Москве войну. Не исключено, что на подобные решения мог повлиять обильный новогодний корпоратив, который фракция Блок Порошенко провела накануне вечером вместе со своим основателем. Александр Балицкий о последствиях праздника. Вы знаете, наверное, вам сейчас. Стиль общения с посетителями, этот случай произошел в Херсоне, украинские чиновники будто копируют с президента Порошенко, так же яростно тот отталкивает от себя граждан, но уже в масштабах страны. Разъезжая из одной воинской части в другую, изо всех сил старается разжечь ненависть, угрожая от лица России военным ударом, которому нужно непременно готовиться. Перед дислокацией отдельных бригад к местам вероятного удара вдоль Азовского побережья четко продемонстрировали, что в случае начала широкомасштабной агрессии еще больше увеличит цену, которую заплатит Россия. И вот уже Верховная Рада регистрирует постановление, где просит президента объявить России войну. А Порошенко тем временем все благодарит НАТО и США за готовность продавать Киеву оружие. В унисон с президентом Украины и глава ее объединенной Раскольнической церкви на встрече с американским послом Йованович Епифаний выражает особую благодарность Вашингтону за, цитата, защиту православных верующих. Сами верующие, впрочем, говорят, что защищать их нужно как раз от новой стамбульской церкви на Украине и организованной властями травли. Так вот, это убедно, что наша законная вера, единая православная вера страдает. Стамбульский приход на Украине теперь тешит гордыню возвращением в Киев посоха свидетеля Петра. Правда, до оригинала руки дотянуться не могут. Реликвия священно хранится в России, используется только для интернизации. Тогда Раскольники попытались заказать копию у московских ювелиров, но им отказали. Власти же усиливают атаки на каноническую церковь. Приняли закон о её переименовании. Срок, отведённый на это, как раз совпадает с предвыборной президентской кампанией. Это позор для парламента влезать в дела церкви. Когда парламент принимает решение, что это хорошая церковь, а это плохая, это прямой путь к религиозному конфликту. Оппозиционные политики требуют заниматься не охотой на ведьм, а экономика. Тем более уже стало известно, чем Киев будет расплачиваться за первый траж из 4-х миллиардного кредита МВФ. Позорный для страны меморандум 58 страниц появился было на сайте Минфина, но его тут же скрыли. Ведь среди требований иностранных кредиторов очередное повышение цен на газ, приватизация стратегических предприятий, заморозка зарплат бюджетникам, сокращение жилищных субсидий. Но в партии Порошенко всё это назвали успехом и отправились праздновать. На новогодний корпоратив позвали премьера Гройсмана и министров экономики и культуры. Журналистов звать не стали. А можно с мамой? Куда? В соцсетях вечеринку блока Петра Порошенко, на которую, по некоторым данным, потратили не меньше 100 тысяч долларов, уже назвали пиром во время войны. Из партийного офиса часть компании переместилась в элитный ресторан, после чего утром большая часть порошенковских депутатов прийти в Раду уже не смогла. Корпоратив проводится во время военного положения. И оказывается, военное положение не является препятствием для шумной гулянки, когда Луценко рассказывает анекдоты и приезжают министры и президент. Но критиковать Порошенко теперь официально запрещено. Рейтинговая на Украине программа «Схемы», где выходят материалы о коррупции. Вот недавний выпуск о тайных ночных визитах в администрацию президента олигархов уже на грани закрытия. Сигнал журналистам поступил как раз из того самого здания, где Порошенко так любит проводить неформальные переговоры со спонсорами. Александр Балицкий, Максим Щепилов, Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!